Дорогие друзья, доброе утро! С вами на канале Анна Ольга Николаевна. И сегодня мы с вами позавтракаем. И я вам скажу, какой сегодня день. Но самый главный день. Это день рождения Стаса. Да, день рождения Стаса. 31 мая. Три годика ему исполняется. Да, вот именно так. То есть он повзрослел на целый годик. А если учесть, что у нас разница с котиками, с собачками. Я даже где-то вычитала, что один год к шести. И это представьте себе, какой он у меня уже взрослый. Просто парень. Да, вот такой вот парень. Пора и паспорт получать. Но это шутка. Я, конечно, выставлю его поздравление. Да, поздравление. Такое немножко необычное. Немножко такое позитивное. Немножко смешное. Но вместе с тем, это его день рождения. Да, вы увидите. Ну и мне, конечно, досталось с барского стола. Видите? Ну, шучу, конечно. То есть вот так вот. Но это по поводу дня рождения моего Стаса. Себе я приготовила на завтрак. Я люблю, вы знаете, иногда, не часто, кашку. Сегодня я сделала манную кашку. Вот такую кашку добавила сюда. Немного масла. То есть теперь, значит, сыр. Ну, сыр обычный сюда положила. Водичка – это обязательно. И кофе. Всё. Но сухофрукты у меня есть на столе. Вот такой расклад. И я всем желаю приятного аппетита. Кто завтракать будет со мной. Кто собирается. Кто позавтракал. Хорошего дня. То есть приятного аппетита. Ну, и для начала хотела сказать ещё какие. Так, немножечко. Какой сегодня день? Сегодня день блондинок. Да. День блондинок. Вот такой вот день. Ну, и по народному календарю сегодня день Федота Овсянника. Да. И что нельзя, вы думаете, в этот день делать? Дома нельзя сидеть. Дома нельзя сидеть, особенно девушкам, потому что можно засидеться очень надолго. Так что идите, гуляйте и не сидите дома. Вот так вот. Ну, и ещё, конечно, есть кое-какие приметы. Это одна из примет. Нельзя в этот день увольняться. Нельзя в этот день давать ключи от своего жилища. Да, вот такие вот приметы. Ну, как бы вот... Там, конечно, ещё куча всего. Нельзя, нельзя и нельзя. Но вот я вам так сказала, намёточки три, которые могут касаться, ну, как бы, каждого получается. Да. Ну, а сейчас приятного аппетита. Вчера я никуда из дома не выходила. Ну, как никуда. Не собиралась и не вышла. Дома отсыпалась, так сказать, кое-что делала. Ну, так, незначительно. Сходила в магазин, конечно, это обязательно. Купить подарок коту. Да. Но вы увидите. Или уже увидели. То есть вот так вот. Ну, я посмотрела, он, по-моему, не очень рад был подарку. Что-то грустноватый был. Ожидал, наверное, лучшего. Я как-то, знаете, хотела ему купить. Ну, была такая, по крайней мере, задумка. Ну, не до этого, не до этого. Может быть, когда-нибудь мне очень хотелось ему купить коляску прогулочную. И не какую-то там сумочку или, значит, такая, ну, пластиковый контейнер, что ли, с ручкой, как его даже лучше назвать, переноска. Не такой. Сумочка у него есть, в которой там к ветеринарам ходим и так далее. А именно вот хотелось бы коляску. Да, я уже как-то заходила в интернет, изучала. Такие есть коляски. Они, конечно, у нас подороже. А если выписать, допустим, на каком-то сайте, то она, ну, по-моему, подешевле. На 2-3 тысячи бывает. Вот. Но они тоже разнятся, как и детские. Они немного бывают все разные. И я когда изучала, то я видела, что какая-то ему боль ибо подошла, какая-то менее подошла. колеса. Плюс тоже у них идёт, как и у детских, 4 колеса, либо 3 колеса. Но ему, наверное, надо 4. Я думаю, что более устойчиво стояло на 4. Потому что если 3, вот, он разволнуется, к примеру сказать, он разволнуется и будет там как-то из стороны в сторону метаться. И у него может центр тяжести этой коляски сместиться туда, где устойчивости будет меньше. И я считаю, так может и на бок свалиться эта коляска. Да. Вот так вот. И вот я мечтаю ему купить. Вот. Может быть, когда-нибудь я ему куплю. Пока что. Ну, в общем, пока что. Отставляю. Хотя, конечно, может быть, их уже, я имею в виду, животных, кошечек и собак тоже катают в таких. Может быть, конечно, даже их надо и пораньше начинать приучать к таким прогулкам. Ну, может быть, он уже взрослый и напрочь откажется. Но я думаю, к этому очень просто привыкнуть. Это кто бы отказался, представляете? они такие, прям вот у них сеточка там, где надо, и он смотрит, и можно его вести как бы как перед собой, чтобы он смотрел по этому направлению, как и мы идем, допустим, да, в этом направлении. Можно ее разворачивать, чтобы он на тебя, на хозяина, смотрел. Ну, вот так вот. Но я видела, они даже бывают как бы не так часто, потому что не так часто их, наверное, покупают. Но кое в каких магазинах, кое в каких магазинах, они все-таки бывают. Ну, по крайней мере, у нас по городу показывали, когда я в поиск задала, что показывают, что имеется такая коляска там, ну, по такому-то, допустим, адресу. Они прям, если вот так вот немножко такую, ну, которая более-менее будет тебе служить, положим, там не сразу выйдет из строя, еще как-то понадежней, они, по-моему, где-то к 15 тысячам. Это очень дорого. Я считаю, это очень дорого. Вот такие вот, да, недешевые. Вот когда-нибудь все-таки может быть. А может и перебьется. Ну, хотелось бы. Причем, если даже кто-то, ну, допустим, как вариант, может быть, продаются они где-то на авито, подешевле, но это тоже опасно брать. Почему? Потому что у них очень развит нюх хорошо. И если она почувствует, или там, ну, собачка, кошка, ну, собачка, не знаю, ну, вот если котик, конечно, почувствует запах другого животного, он же никогда туда больше не залезет. Да. Ему уже покупали, когда он был маленький, ему покупали домик, значит, такой, из картона. он, конечно, еще был маленький, но играл с удовольствием. И грыз, и лазил, и все. Потом, когда уже, значит, он его окончательно там начинал грызть, кусать, жевать и так далее, у него, как потом выяснилось, аллергия даже вот на эту пыль, ну, пыль, остатки вот этого вот картона. Почему? Потому что еще ему покупалась, значит, такая, ну, если у кого есть животные, особенно кошечки, то видели в зоомагазинах такая, как бы, извиленка или еще какая-то форма бывает, из прессованного картона, и они такие, как бы, ребристые. Они, конечно, их любят, любят там и драть, и лежать, и все такое, очень им нравится. Ну, тоже вот такую штуку ему покупали, и от того, что он аллергик, выбросилось все, и картонный домик, и вот эта вот когтеческа, я думаю, что она называется, то есть это все было выброшено. Даже после этого, знаете, значит, я ему приобрела домик, а домик уже был, вот, он побольше был, и ему домик я приобрела, сейчас скажу, какой, ну, в общем, войлочный домик, войлочный, казалось бы, так он его полюбил, он в него залазил, и надо, и не надо, когда, но буквально в прошлом году, значит, он остается ночевать на балконе, уже такая погода была прохладная, я ему вынесла этот домик, и даже он под утро, вот, как бы, там ночевал, да, а под утро попрохладнее становится, у меня балкон хоть и застекленный, но не утепленный, он обычный такой, вот, то есть прохладно там, конечно, и он на утро залазил в этот домик, и вот, знаешь, знаете, выйду, допустим, да, посмотреть, где он, он залезет в этот домик, и в домике находился, очень, конечно, здоровый, хороший домик, все, и в какой-то момент он просто напрочь отказался туда залазить, причем даже если его насильно туда, ну, каким-то образом, там, игрушку или что-то туда, и насильно его туда, и опять, чтобы он попривык, и так далее, вообще отказался, отказался полностью от этого домика, но я посчитала, почему он может отказаться, кто-то там чужой котик или что-то, у старшей есть котик, но он к нам никогда не приходил, ну, то есть никто туда не мог, ничего, ну, никто ничего не залезть, там свой запах оставить, это исключено, и поэтому я посчитала так, что, возможно, балкон когда-то был открыт, ну, не ночью, конечно, днем, и, возможно, залетел какой-то комарик, какая-то мушка, жучок, ну, в общем, скорее всего, комарик, и, возможно, он притаился где-то, и когда он спал, мой котенок спал в этом домике, ну, то есть залез, и я думаю, допустим, его за такое чувствительное место, как носик там, или еще что-то, он, скорее всего, его укусил, ну, ну, вот моя такая догадка, и он с перепуга, скорее всего, значит, я думаю, в общем, это его напугало, он не понял, кто его может укусить, и так далее, его в уличном домике, все, и я считаю, и он после этого, но я не видела, но это мои предположения, что после этого, он полностью отказался в этот домик заходить, да, хороший домик, все, и теперь вот не заходит, не заходит, вообще не заходит, уже я пыталась, даже, знаете, он же как бы домик вот круглый, и, ну, как будочка, бывает у собак, например, да, вот какой-то такой похожий домик, и с одной стороны вход у него, ну, как у скворечников бывает, с одной стороны вход, я подумала, чтоб ему было поинтересней, я даже взяла, обвела, значит, боковое ему еще дополнительно, окно вырезала из этого домика, ну, обвела там круглую такую, там, крышку или что-то, в общем, круг обвела, аккуратненько я вырезала, то есть у него получается, и с этой стороны он заходит, и здесь у него еще есть такое же отверстие, в которое он может и провезть, и видеть, и все, все равно я этим его не завлекла, вот и все, вот такая вот история произошла, так что, вот такой вот характерный, казалось бы, напрочь отказался, он его не интересует, не очень, конечно, приятная история, ну что ты, он уже ведь большой, он уже самостоятельный, он уже характерный, уже его так просто не заманить, если он сам этого не захочет, ну вот так вот, я вам рассказала про него, а про него и надо сегодня было рассказать, потому что это же его день, его день, он именинник, да, ну на сегодня планы не могу, узнать какие, посмотрим, посмотрим, день еще только начался, посмотрим, что дальше будет у нас, так что, вот между делом, я с вами, кашку поела, манную кашку, да, рекомендую, не забывать такую кашку, иногда хотя бы, тоже варить, у меня младшая дочь, вообще кашу не ест, ну и старшая, сейчас, конечно, там по другой причине не ест, но это уже очень давно не ела, и не ест, возможно, в детстве наелась, говорят же так, детки многие, молочную кашу, наедятся в детстве, особенно манную, что потом они ее по жизни не едят, но я, наверное, знаете, не наелась вам в свое время, погода у нас холодная, холодная, даже, знаете, вроде и солнышко выглядывает, все сегодня, вчера уже, и сегодня, на 31-е тоже объявлен, желтый уровень опасности, из-за сильного ветра, да, похолодания, вот так вот, так что, по-моему, на всей средней полосе России, похолодания, именно в средней полосе, вот так вот, а уже, наверное, в Сибири, жара, который год уже меняется, погода, так что, в отпуск пока никуда не собираюсь, собираться, особенно, и не очень хочется, да, не очень хочется, буду дома отдыхать, буду гулять, кстати, вспомню о ремонте, что и как там, а то я подзабросила это дело, как закупила материал последний раз, так и все, никто ничего там не делает, все стоит, так что, приятного аппетита, тоже пробуйте, тоже старайтесь сварить эту кашку, мне было очень вкусно, да, а сейчас мы с вами, выпьем еще кофе, да, кофе выпьем, и, пожалуй, кусочек сыра можно будет съесть, да, кусочек сыра обычный, пашихонский я покупала последний раз, обычно, его, кстати, и потерла вчера на этот, ну, перчик, перчик, капуста, мы с вами вместе запекали, да, с вами вместе, этот сыр был, а что-то вчера пошла в магазин, у нас магазин тут рядышком, пятерка, пошла, вы знаете, что-то, как-то пустовато на полках, я посчитала, что, ну, сейчас многие на даче уже берут, побольше продуктов, пока еще, наверное, не перестроились по заказам товара, многие на дачах, и они же, конечно, набирают там на недельку, или уже семья там, допустим, мужчина после работы приезжает опять, позакупает побольше, везет, но это я так посчитала, скорее всего, с этим и связано, кстати, очень вкусно, вот прям сыр и клубничка, может быть, вы скажете, несочетаемые, а вы знаете, попробуйте, очень даже вкусно, и вот я вчера вам только говорила, кстати, о фруктах, но вот эта клубника, вот эта клубника, очень сладкая, да, но она сейчас 300 рублей за килограмм у нас, там немного, где-то, по чуть-чуть дешевле, где-то там плюс-минус, ну, вот средний, вот эта цена. Вкусная, такая сладенькая, выспившая, но ей уже пора, пора, даже, знаете, арбузы в магазинах появились, такие вот удлиненные, толстошкурые, ну, что-то не посмотрела, по какой цене за килограмм, не посмотрела, ну, вот киви я все покупала, киви подорожал, да, подорожал, мне кажется, что-то прям 180 за килограмм, хотя, я как-то вам говорила, что я покупала в Ашане, ну, это, конечно, было по весне, по-моему, я покупала даже до 100, до 100 рублей за килограмм, до 100, причем где-то 80, например, да, или к 80, ну, вот такая была цена, потом уже 100, 109, потом даже где-то 119, и другой раз подороже, а как-то недавно обратила внимание, вообще, например, уже 100, ну, не точно назову цену, но где-то, мне кажется, уже 200 подползал ценник, ценник, да, именно так, поэтому, когда 200, я уже стараюсь не покупать, если даже купишь, ну, вдруг, там, один-два плода, и все, да, это дорого, хотя, казалось бы, ну, я не знаю, по-моему, самый сезон, даже не могу сказать, с какой страны их везут, никогда не задавалась этим вопросом, именно Киви, ну, думаю, с Африки, наверное, ну, не факт, это я так, рассуждение вслух, так что, ну, что, поболтала я с вами, о том, о чем, на этом попрощаюсь, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки тоже можно, кому нравится, кому не нравится, и с вами была на канале Анна Ольга Николаевна, всем здоровья, всем благополучия, всем нам мирного неба, скорейшего мирного неба, мы ждем, надеюсь, дождемся, все будет хорошо, не вешаем носы, все будет хорошо, а сейчас, до встречи! не вешаем, пока, не вешаем, все будет хорошо,